всем привет друзья это видео блог 2 хаски сегодня я на большой воде я сегодня один время 6 я приехал пораньше хочу найти интересное перспективное место и сегодня я хочу рассказать пару крутых фишек которыми пользуюсь на водоеме в новом месте либо даже в старых местах так что не переключайтесь будет очень круто и интересно погнали ну что друзья я устал нашел место народу здесь немного он забурился вот если видите вдалеке палатки и вот за них еще метров 15 наверное лунных 9 сделал тут нашел интересный участок здесь вот где я стою у нас 5570 где-то ну крайняя точка не стал бурить там 15 метров я нашел там 11 это 10 чем-то и вот моя крайняя точка получается здесь такой свал от 6 до 11 метров и дальше прям ям такая метров 15 сейчас я вам покажу как я это нашел место есть у нас всякие gps трекеры там прочие 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 принадлежности которые стоят денег но я тут листал интернет и наткнулся на вот офигенное приложение сейчас я вам покажу фирма navionics boating hd вот она у меня находится метод все открыто уже тут видите здесь видно вот где я 6 и 5 ну где-то 6 здесь получается метров вот я вот тут наверно и вот крайняя точка у меня где-то вот тут 11 метров то есть я такое расстояние тут пробурил нашел интересно здесь видите здесь такой более пологий свал точнее более крутой свал здесь он более пологий здесь ямка вот 15 то есть ну реально очень круто помогает и в чем кайф это приложение основной вот видите красная линия появилась смотрите если я сейчас пойду сейчас вот он показывает красную полосу куда я иду здесь все очень интуитивно понятно можно допустим поставить то есть до расстояние вот 200 метров посмотреть там куда идти как эти сколько идти еще один главный плюс этого приложения что вы можете скачать маленький участок карты например какого-нибудь куска водоема водохранилища и вам не надо больше ничего добавлять не надо 2 гигабайт ную карту скачивать в android маркете приложение платное она стоит 3000 рублей но юрец постарался юрец молодец юрец нашел его на одном форуме ссылочка я оставлю в описании вы можете его скачать бесплатно и для айос тоже я оставлю ссылочку специально нашел хотя айосом я не пользуюсь так что пользуйтесь на здоровье приложуха реально крутецкая вот и лайкосик с вас обязательно ладно а я закормился сейчас я покушаю попью чайочек и в бой ребята погнали так чем мы делаем уберем такую штучку надо мне так все приклеить и прикреплять и ничего не терял так а давайте смотрите как это все делается сейчас я вам покажу с этой стороны рукой таскаю рыбу опа теперь у нас сумочка всегда с нами достаем мутеры были офигенно приезжать пораньше обычно я наверное сколько время то кстати время у нас 736 фух да еще еще даже не приехали наверно всем кто завтракает или обедает или ужинает приятного аппетита сегодня взял по минимуму пару поплавочных одно коромысло одну удочку на плотвичку на всякий случай с маленьким поплавком и леской тоненькой паровоз паровоз чертиками поменьше в общем вот эта удочка моя любимая это получается у нас два чертика на расстоянии не за 30 35 сантиметров стальной поводочек длинный чтобы была плавность хода удочка легкая я немножко хлыстик обрезаем под окуневую наверно бы под блесну сделан что ли опускается быстро как раз то что надо для такого ветви трища во второй ведь за первый сейчас один висит только вот это второй оп поймали получается нижнего нижний у нас лежит на внизу получается на дне фига поклевка окунь что ли по-любому окунь отдай удочку какая-то была фига себе вот это ешь ешь обалдеть ты-то ешь ребят фигенный все здесь рыбу не значит здесь ешь тусует так слушайте ну пока может не берет боец клюнул прикольный решил поставить поплывочку сюда поклевки сразу поплывочек работает окунь наверно опять слушайте нашел стаи окуней и так у нее половим пока слушайте ребят вот она родненькая красавица русская красивая первая плотвичка все таки хотелось не плавить плотву поэтому недаром я поставил одну лунку на пяти с половиной возможно там тоже сейчас начинает подходить рыбка были над это конечно плотвичка приятненькая была такая красавица класс вот эта поклевка окунь что ли в перемешку стоят видимо он не дает ей плотве подойти ну что ж мне нравится так как так такой клев интересно вот сразу бам ух ты ух ты чуть хорошее что-то прям зачетное мне кажется забагрил блин думал вообще нормально идет кто это у нас опять окунь ну выловим сейчас окуней подойдут наверно плотвички блин надо посмотреть те лунки тут такой клёв не могу уйти интересно блин да что ж так о поклевки такие суперски убираем так идем на другую поклевки опа сошла какая там хорошенькая была ребята блин на опускание что-то знаете такое чувство там ни хрена нет да ух ты нормально подлещик ничего сен тут стоит ничего сен тут стоит неожиданно тут глубинат всего 6 метров нет такая пауза ух ты латвичка приятненько приятненько ух ты блин как так то мимо ступа на опускание есть вот это плотва прикиньте крючок это сломался пришлось я перевязать обидно обидно то какая нормальная мормышка то была ух ты ух хорошее что-то ох блин какая плотвичка была мазефакер слунки по рыбке снимаем пойдем окуне Питягать. Обалдеть. Вот это окуня. Стоят в этой лунке. Я в шоке с них. Сошел, блядин. Вот это сейчас нормальная плотва была. Обрыв что ли? Ребята, обрыв. Нормальная плотва была. Что еще за день-то? Реально сегодня не везет что-то. Блин, нормальная там плотва была. Так там прогнуло ее. Так что-то у меня стояло. 3, 2, 2. Вот такая плотвичка. Сейчас попробую колечком насадить. Потому что очень много аккуратных поклевок. Вот так. О, колечко лучше. Маленькая. Блин, а пятекунь. Пятекунь гоняет мою плотву тут. Уф. Обжралась там уже. Вон. За нее вылетает. Прибором-ка. Ух ты. Что-то хорошее. Вон. О-о-о. О-о-о. Подлещик. Неожиданно. Пришел. Ну вот что-то стихло. Время уже где-то два. Народ потихонечку начинает уходить. Уже так подопустило народу. Наколенники выручают. Вообще реально. Ноги не болят. Не замерзли. Вообще очень крутые. Наколенники. Хотел половить сегодня плотву. Но и не мог не половить подлещика. Но вот азарт плотвиной рыбалки меня все-таки перебил. И из девяти лунок, которые я сделал, я ловил на четырех. Пять, которые на глубине я даже и не трогал. Опять же опыт получили. Не надо было все-таки, наверное, раздваиваться. Ловить. Идти либо в лотву, либо подлещика. Но хотелось и того и того. Как бы выходные они всего один раз в неделю. И хочется, конечно, и на это половить. На то еще и жерлицы бы, если я взял бы. И это называется ртом и тем самым местом. Кормил сегодня. Давайте покажу. Фишбайтом. Лещ. Ну вот. У меня был еще вот такой фишбайт 3D. Он с такими блестками. Сейчас я вам покажу. Ну и вид, соответственно, кормовой моты. Блин, прикормки, прикормки еще так много осталось. То есть, получается, видите, он такой с блестками. Мотылик там. Кукуруза какая-то, большая фракция. Ну такая лещовая тема. Блин, реально зафига прикормки осталось. Кипец. Ну а что делать? Ладно. Сейчас закормим где-нибудь. Но вот это мне не очень понравилось. Прикормку рыбу ел, это точно. Но вот это мне всегда нравится. Вот это всегда работает. Сколько раз я беру в этом сезоне. Она меня очень устраивает. Ну немного. Вот такая вот плотвичка клевала сегодня. Классная. Кушки вот такие прикольные. В общем, друзья, вот такая рыбалка получилась. Если вам понравилось, ставьте лайк. Если было интересно, подписывайтесь на наш канал. Мы будем снимать, и снимать, и снимать, и снимать. Так что ждите. Вам не хвоста, ни чешуи. Пока.